Приветствую вас, выход из вашего состояния, из вашей ситуации конечно же есть, это в первую очередь смена вашей позиции, жизненной в том числе, на позицию более активную, на позицию более ответственную, в собственном смысле этого слова, и собственно выход или отказ от позиции жертвы, которой вы сейчас занимаетесь. Я также думаю, что имеет смысл вам обратить внимание на свои чувства, я также думаю, что вам имеет смысл обратить внимание на то, что вы ощущаете на то, что вам хочется, я думаю, что вам безусловно необходимо работать самооценкой, ну а это всегда личностный рост, которым необходимо заниматься. То есть никакого в принципе волшебного средства здесь нет и быть не может, ну просто потому что вам необходимо работать, работать со своими чувствами, вот, и соответственно определять свои возможно цели, свои возможно задачи, свои возможно преподчтения, свое возможное направление в той или иной степени, да, в тех или иных вещах, вот, и соответственно исходя из этого уже действовать. Дальше. Что это вам необходимо, по сути, консультации с психологом. Вот, вы пишете, значит, что живете с мужем уже 18 лет. Понимаете, у любого человека есть плюсы, есть минусы. То есть это абсолютно нормальная история, что ваш муж не идеал. Вот. Но он в принципе не может быть идеальным, как не может быть идеальным никто. Вот. Но. Вопрос заключается в том, перевешивали плюсы, допустим, вашего мужа, минусы. Вот, судя по тому, что описываете вы, судя по тому, что пишете вы, плюсы вашего мужа никак не перевешивают минусы. Ну, для вас. Но, почему-то вы этот момент терпите. То есть, вот, наслед вы со своим мужем, вы с наследом с ним живете и с наследом этим, как бы, проблемы происходят. Вот. То есть, как бы, такой момент. Вот. И есть, наверное, какие-то основания для того, чтобы, ну, чтобы вам терпеть подобное, да? То есть, вы говорите, что характер у Муни всегда был флотный. Просто две крайности, с одной стороны заботливый муж и отец, с другой стороны скандал. Ну, так вот, именно потому, что он не встречается с друзьями, именно потому, что он видит, как бы, в семье. Он, поэтому, его нерасшраченная энергия, поэтому его чувства, его желания выражаются вот в виде скандала. Будь у него друзья, будь у него какое-то хобби, увлечение, вот. Он бы вел себя по-другому. И здесь нужно спросить вас, почему вы выбрали себе такого мужчину, который, с одной стороны, достаточно стабильный и верен, а с другой стороны, который вас подавляет и всячески принижает. Не потому ли вы такого мужчину выбрали, что вы хотели через него почувствовать себя защищенный, например? Не потому ли вы выбрали такого мужчину, только что вы изначально были в себе неуверенны? Ну, кроме того, у меня сложилось такое впечатление, что вы вышли из него замуж только потому, что вот, дружили с его сестрой, знали его с детства. То есть, как бы, у вас какая-то связь была. Вот это точно такой очень важный момент. Вы ничего не пишите про свой возраст. Непонятно, сколько вам лет, но... Ну, как бы, совершенно очевидно, что вот, ваш страх, страх болезни, да, ну, страх болезни детей, протекает от того, что дети для вас играют чрезмерно большую роль, чем это, ну, чем это есть в норме. Вот. Вот то, что вы боитесь, что дети заболеют, это нужно исследовать. То есть, либо это перенос на детей ваших чувств, что вы боитесь, вы хотите сами заболеть, чтобы о вас заботилось, например. Либо вы боитесь, что дети заболеют, потому что чрезмерно от них зависимы. По сути, вы находитесь в зависимых отношениях. Вот. И из зависимости, конечно, можно и нужно выходить, но это определенная работа. Дальше. А вот вы, значит, перечисляете плюсы в плюсы, да. Деньги экономят, копейки не потратят. Но это, опять же, с одной стороны, плюсы, но с другой стороны, если вы выбираете человека только из-за плюсов, да, если вы выбираете человека только из-за плюсов, то отношения так не складываются. Что человека мы выбираем не из-за плюсов, а из-за общей целостной картины. Отношения базируются на безусловном принятии. И вот здесь, как бы, очень тонкий момент, как вы выстраивали свои отношения с ним. Дальше. Постоянные скандалы нет повода, чтобы так бурно реагировать. Ну, понимаете, во-первых, это психологическая игра в скандалы. Можете почитать про нее в интернете, она достаточно подробно описана. В основе лежит страх близости, как эмоциональный, так и сексуальный. Скандал также является заменой сексу. Это первое. Второе. В скандале, в скандале, в правилах участвуют два человека. То есть, грубо говоря, вы, вы можете участвовать, принимать участие в скандале. Так же, как это делает ваш, например, муж. Но вопрос уже к вам. Почему вы скандалите с мужем, например? То есть, из-за чего вы, из-за чего или для чего вы уступаете с ним в скандал? Вы сами. То есть, что он скандалит, он пытается скандалить. Это одно. А вот почему вы пытаетесь скандалить, это другое. Но в этот момент его нужно определить. То есть, скандал неволонен, без счастья двух людей. Дальше. Значит, нет поводов, чтобы так бурно реагировать. Ну, это вы. Это вы так считаете. А у мужчины считают по-другому. Просто мимо пройти не можете, чтобы не зацепить. Но опять же, зацепляют. Он вас. Значит, вас что-то задевает. Вопрос в том, что и почему. Постоянно при катном тоне дается указание, что надо сделать. Пристоит просто невер, чтобы не начал кричать. Ну, опять же, понимаете, это следствие ваших отношений. А вот как они развивались, в какой момент началось это отношение. Ведь не сразу же оно началось. А когда оно началось, вы на это как-то реагировали, что мужчина увидел, что может так поступать. Тоже нужно исследовать. Следующий момент. У мужчины должен быть мотив вести себя по-другому. Вы ожидаете, что он изменится просто так? Нет. Этого не будет. У мужчины должен быть мотив. Если мотива нет, все останется как есть сейчас. Дальше. Так. Чтобы не начал кричать, маме позвонить нельзя. Я трачу кучу времени и потом ничего не успеваю. Это вы, я так понимаю, цитируете то, что говорит мужчина. Вот скажите, Татьяна, может ли кто-то запретить что-либо взрослому человеку? Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы даже имя свое написали не Татьяна, а Таня. Как будто чувствуете себя ребенком. Мама мне просто боится звонить. Ну, опять же, здесь, как бы, продолжение о созависимых отношениях. Сразу начинается скандал. У меня нет друзей, дом практически не выхожил, только в магазин при необходимости помимо работы само собой. Ну, опять же, вы так себя познаете. То есть, понимаете, отношения это то, что складывается. Это то, что складывается определенно не один год. И если вы себя так поставили, то этого были причины. И для начала эти причины нужно разобрать, рассмотреть. Вам необходимо прочистить себя. Да? Дальше. То есть, почему мама, например, просто боится звонить мне до того, чтобы, ну, конечно, не советовать, но высказать свое мнение, чтобы так жить неприемлемо. Вот этого она, по сути, поддерживает такие вот разрушающие отношения. Дальше. У меня нет друзей. Почему? Из дома практической уехали. Почему? Только в магазин по необходимости. Почему? То есть, почему? Вы говорите это все, но почему? Какие основания для этого? Детям все время говорить не слушать. И маму она говорит чуть тому подобного. Почему он так говорит? С чего он начал так говорить? Как это все началось? Как вы на это реагировали в первый раз? Самый первый, когда это произошло. Дальше. Все разговоры, что нельзя подрывать мастеритету детей, ничем не приводит. Ну, потому что здесь мне скорее не нужны не разговоры, а действия. Конкретные действия. Вы говорите не на языке мужчинам. Так, дети меня не слушают, пока папа не скажет, трудно заставить что-то говорить. А зачем детей вообще что-то заставлять делать? То есть, как бы, здесь система воспитания, мне кажется, нуждается в корректировке. Взрыв происходит просто по любой мелочи, не выгрузил свет, не брал на стакан и так далее. Ну, это повод. Это повод. По-моему, здесь игра другая, которая называется «Попался сукин сын». Можете почитать про эту игру в интернете, она также есть. Вот, она там описана. Сейчас не буду об этом говорить. При детях совсем себя не контролирует. А должен? У вас, как бы, такие, ну, претензии к мужу. А должен контролировать? Вот. Так, сразу обзывают материи. Это отдельная тема, это болезнь и болезнь детей. Так, при детях совсем себя не контролирует, сразу обзывают материи. И еще раз, это повод. Это повод. Это просто повод. Дальше. Отдельная тема, это болезнь детей. Когда родился первый ребенок, который заболеет, на меня все время так кричал, обвинял, что я плохая мать, заболел из-за меня, лечу я плохо, что у меня уже тоже на этой почве у меня все в порядке с психикой. Ну, понимаете, какая штука? Это связано, опять же, с тем, что я говорил выше. Это дело не в мужчине, а в том, как вы это воспринимаете? То есть, вас почему-то это задело, а вы почему-то ассимилировали то, что он вам внушает. На это есть причины. Вы сомневаетесь в себе, вы нереализованы, для вас это слишком важен, и вы испытываете чувство вины, которое родом из детства. Вот это все мужчина просто взял и вас взрастил, но это было. Это было. Из-за этого вы, Татьяна, несете ответственность за свои чувства и за свое восприятие. Поэтому с этим, в том, что касается вас, нужно разбираться, работать. Обязательно что-то после этого получится. Дальше. У младшей дочери бывают слабые судороги, я очень боюсь болезни. Почему вы боитесь? Из-за негативной оценки мужа или здесь есть что-то еще? Просто кашлять ночью у меня сердце выскакивать начинает, так мне страшно. Почему? Из-за чего? Давайте разберем страх. Пытался разговаривать с мужем. О чем? Объяснять свое состояние. Выбирал время, когда он спокойнее. Это не так работает. Вы пытаетесь под него подстроиться. Пока вы пытаетесь под него подстроиться, все будет так. Это все бесполезно. Правильно? Нет мотивации. Я всегда плохая, все проблемы из-за моей безалаберности. Но у меня настолько упала самооценка, так и изначально невысокая. А вот почему? Татьяна, у вас, значит, изначально самооценка была недостаточно высока. Из-за чего? Из-за чего? Давайте порюбим. Мне сложно на работу. Мне кажется, я все делаю неправильно. Видишь, на кассет же не заслуживаю похвалу. Ну, это опять же самооценка плюс, мне кажется, перенос в рабочие отношения что-то из семейных. Причем не из вашей текущей семьи, а из родительской семьи. Вот. Можно как бы изменить эту ситуацию? Да, можно. Что мне делать? Чтобы что? Наметьте себе цель. Ну, сперва Татьяна, наметьте себе цель. Что делать? Чтобы что? И дальше мы вам поможем. Мы поможем обязательно. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Доbuilt. oni. О-у-у-у.